И вот одна из главных тем в Украине. Сегодня день тишины перед выборами. На места Верховной Раде претендуют 22 партии. Реальные шансы у шести. Накануне состоялся финальный раунд агитации. Надежды, обещания и программы у кандидатов, конечно, разные. Но вот электорат один. На данный момент уверенно проходят в Раду партия «Слуга народа» и оппозиционная платформа «За жизнь». Что будет с остальными, станет известно уже завтра, в день голосования. Как удивляли агитации в Украине, расскажет Алексей Волков. Под сенью родины матери собрались те, кто шарит. Так себя называют сторонники партии Анатолия Шария. Знаменитого блогера, который вот уже 8 лет не может вернуться в Украину из-за уголовных дел. Сам новоиспеченный политик уверен, обвинения сфабрикованы. Я очень большие надежды возлагаю на то, что Анатолий все-таки ворвется в украинскую политику на белом коне, как говорится. И с красным шариком, вместо шашки. Я вижу человека, который ведет за собой людей. Я вижу человека, который не врет. Я вижу глубоко верующего человека. Лидер настоящий. Впрочем, отсутствие номинального лидера. А ЦИК Украины так и не зарегистрировал самого Шария. И первый номер достался супруге. Не спугнуло красную армаду. Такой простой и понятный символ. Красный шарик. Яркий пример новой политической жизни в Украине и подхода к предвыборной агитации. Без песен, громких обещаний и палаток с едой. К примеру, лидера европейской солидарности Порошенко, в общем-то, безобидный шарик приводит в бешенство. А собравшиеся у родины матери люди верят. Это символ того, что и в Украине все может быть хорошо. На родине партию местные СМИ аккуратно не замечают. Поэтому камеру нашего телеканала приметили. Белорусский это. Отдолжите нам Букашенко на пароле. Правду в Раду и боится Порошенко, дрожит по руби, в Раду идет Анатолий Шарий. С такими лозунгами прямо на Майдан пошли примерно несколько тысяч человек. Чтобы как можно громче заявить о своей легенде номер 17 в избирательном бюллетене. Неумолимо многие политики и партии приходят к пониманию, что слугу народа и ее рейтинги не сбить. Поэтому меняют тактику. Ролик с участием лидера гражданской оппозиции Анатолия Гриценко. Реальные шансы пройти в Раду у шести фракций из 22. Среди проходных и оппозиционная платформа «За жизнь», а не за диалог с Москвой. И партия Тимошенко «Батьківщина». Тимошенко дает постоянно понять, что она готова согласиться на должность премьера. Которая в Украине, это знаете, очень такая должность на сковородке. Поскольку премьеру придется отвечать за всю социально-экономическую ситуацию в стране. Долги, жилищно-коммунальные услуги, дороги, таможни. Все-все это лежит на премьере. Поэтому мне кажется, что с точки зрения слуги народа Зеленского было бы умно отдать эту должность партнерам по коалицам. Несмотря на севший голос, а партия Святослава Вакарчука потеряла 1%. Попыдал последний рывок решил сделать предельно эффектным и бесплатным. Публика пришла на Вакарчука-музыканта, поддержала Вакарчука-политика и познакомилась с Вакарчуком-мечтателем. Фразу «Я мрию, я мечтаю» лидер Океана Эльзы произнес около двух десятков раз. А потом и спел то самое про безбою. Это именно то, что я хотел бы видеть в будущем в этом помещении под названием Верховная Рада. То есть команду молодых профессионалов. Та великая украинская мрия каждого, в правде, сильную, замужную, успешную европейскую державу может стеснеться. Пока все говорили, что делать с Радой, сторонники голоса взяли и сделали световое представление. А так и не скажешь, что через полчаса в Украине начинается день тишины. И концерт Океана Эльзы закончился походом на Верховную Раду. И это финальная точка в агитации. Если натиск толпы не стесет фены парламента, то уже в понедельник у страны будет новый девятый созыв депутатов. Алексей Волков и Алексей Юнош. Агентство теленовостей. Киев. Украина.